ПРОЕКТ Я ПОМНЮ ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТННОЕ ВОЙНЫ Тимофеева Людмила Григорьевна Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин Опубликовано 23 июля 2006 года Когда началась Великая Отечественная война, мне было 18 лет. Работала чертёжницей в наркомате путей сообщения. В те грозные дни я, как и многие мои сверстники, работу сочетала с учёбой и дежурствами в госпитале, где проходила практику, учащаясь на медицинскую сестру. 7 ноября 1942 года, закончив курсы, Чербаковским райвоенкоматом города Москвы была направлена на фронт в действующую армию. Сначала была направлена в полковой медицинский пункт ППМ 167-го гвардейского стрелкового полка, затем в роту автоматчиков санинструктором. Вместе со своими боевыми товарищами принимала самое активное участие во всех боевых операциях. Наша рота автоматчиков и в бою, и на формированиях была в числе передовых. Была холодная зима и пронизывающий до самых костей северный ветер. Меня и ещё совершенно незнакомых мне бойцов вызвали в штаб полка. От командира полка получили задание под прикрытием темноты поробраться на нейтральную полосу. Там в трёх блиндажах остались лежать тяжелораненые. Им срочно нужно оказать помощь, а у погибших забрать документы. Пробирались до блиндажей на нейтральную поодиночке. Над нашими головами, одна с меня и другую, всё время висели яркие, ослепляющие глаза осветительные ракеты. Казалось, что ты хорошо видна со всех сторон, и вот сейчас с самолёта на тебя обрушится смертельный груз. Кругом рвались снаряды, мимо проносились трассирующие пули. Добрались до нейтральной относительно благополучно. Но то, что мне пришлось увидеть в блиндажах, буду помнить до конца дней своей жизни. На нарах и на холодном земляном полу в повалку лежали тяжелораненые, погибшие от тяжелых ран бойцы. У погибших взяла документы, тяжелораненых перевязала на ощупь, поскольку светом пользоваться нельзя. Делала попытки кого-нибудь из числа тяжелораненых вытащить, но физически не было сил, все были обречены на мученическую смерть. Использовав весь перевязочный материал, я вынуждена была опять-таки ползком добираться обратно, чтобы доложить обстановку и расписаться в собственном бессилии. С этого задания вернулась одна. Судьба остальных неизвестна, кто был ранен, кто убит. А кто угодил к немцам, это было запросто, поскольку их полоса проходила рядом, и блиндажи были ближе к их полосе. После тяжелых и упорных боев наша часть маршем преследовала отступающего и время от времени злобно грызающегося противника. Перешли глубокий овраг, дальше дорога шла по открытому со всех сторон месту и вела к таинственному для нас лесу. Впереди полка шел головной дозор во главе с начальником разведки полка и разведзводом. Замаскировавшиеся немцы пропустили вперед в надежде уничтожить позже. Не доходя метров пятьдесят до леса, на нас внезапно шквалом обрушился сильный огонь из всех видов оружия. Били артиллерии, пулеметы, минометы и автоматные очереди. Кто сошел с дороги, бросившись в поле, тут же подрывался на минах. Единственным спасением вырваться из этого смертельного ада, временно укрыться в только что пройденном нами овраге. Только там можно было сосредоточиться, чтобы принять нужное решение. Командир полка, полковник Николаец, был ранен в первую же минуту боя, не успев дать необходимых приказаний. Увидев раненого командира полка, я немедленно вернулась к нему. Перевязать Николаеца не было возможности, и я медленно тащила его к оврагу. Перевязала всех, кто в этом нуждался. Погрузив командира полка и других раненых на повозку, я отвезла их в медсанбат. По дороге нас обстреляли из минометов, убило ездового и одного из числа тяжелораненых. Вернувшись в полк из госпиталя, командир полка поблагодарил меня и обещал помнить всю свою жизнь. С ожесточенными кровопролитными боями мы медленно продвигались вперед. Противник яростно сопротивлялся, сжигая на своем пути наши села и города. Однажды во время нашего очередного наступления, после которого мы преследовали отступающего противника, командир нашей части дал приказ сделать небольшой привал, чтобы передохнуть и с новыми силами продвигаться вперед. Остановились на опушке леса. Переди нас располагалась прекрасная лесная поляна, кое-где рос редкий кустарник, и кругом ярко зеленела густая трава. Вид был чудесный. Ярко светило солнце. И вдруг со стороны наших дивизионных тылов, словно гром среди ясного неба, внезапно появились немецкие танки. Не растерявшись, наши бойцы и командиры действовали ясно и четко, как хорошо организованный оркестр. Наши артиллеристы и рота ППР били по танкам с близкого расстояния. Потери были большие с обеих сторон. Пехота при поддержке артиллерии вела бой с немецкими танками. Танки давили все, что попадалось на их пути, а то, что попадалось на их пути, оказывало им яростное сопротивление. В нашей полковой противотанковой артиллерии в качестве медицинской сестры служила Шура Гагина, молодая красивая девушка с длинными косами. Я видела своими глазами, а не по рассказам очевидцев, как сама раненая Шура подносила к пушке снаряды, и раненые бойцы стреляли по танкам. Я очень сожалела тогда, что я не художник, чтобы воспроизвести на бессмертное полотно то, что видела. То, что я увидела, меня повергло в ужас и в восторг. В этом бою с немецкими танками был взят в плен немецкий генерал со своим штабом, ехавший на бронетранспортере. Надменный немецкий генерал отказался давать показания. Он сказал, что будет говорить с военным только в звании генерала. Все они были отправлены в штаб дивизии, а может и фронта. После короткого и ожесточенного боя нам предстояло продвигаться вперед. Впереди была лесная поляна, а за ней на опушке леса белорусская деревня. То, что деревня не была сожжена, насторожило командира дивизии. Он дал задание начальнику разведки Тимофееву на немецком бронетранспортере произвести разведку и доложить обстановку. Ехали мы быстро. Навстречу нам бежали немцы, приняв нас за своих. Мы увидели то, о чем следовало было доложить. Укрепившись и хорошо замаскировавшись, нас ожидали немцы. На полом ходу развернувшись, мы быстро ехали к своим. Нас разоблачили и вдогонку открыли огонь. Нам пришлось бросить бронетранспортер и, разбежавшись в разные стороны, мчаться к своим. Командир дивизии принял решение укрепление немцев обойти стороной. С боями дивизия шла на запад. Нас ожидало форсирование Березины. Потом переправа через широкую и быстроходную реку Неман. Нас обстреливали с трех сторон, впереди и с флангов. Над головами пикировали немецкие самолеты, одна группа за другой. Поверхность реки была вся белой, отплывшей кверху брюхом оглушенной рыбы. На противоположном берегу Немана, хорошо укрепившись и заняв выгодную позицию для обороны, немцы сопротивлялись яростно. Сломив сопротивление, дивизия шла на Кенигсберг. Немцы были уверены, что эту твердыню нам не взять. Они засели в хорошо оборудованных бункерах. Но были побеждены. Нас ожидали бои за порт Пилау. Это длинная и узкая полоса земли, уходящая в Балтийское море. Нигде с таким остервенением не дрались немцы, как за Пилау. Нас обстреливали спереди, с моря, с двух сторон, с воздуха. За косой их ждало море, отступать им было некуда. Каждый метр земли был покрыт нашими и немецкими трупами. А какие были воздушные бои? Выбросившихся летчиков из горящих самолетов расстреливали. Они уже, будучи погибшими, падали в Балтийское море. Восточная Пруссия. Наша часть стояла в обороне, ожидая пополнения. Рота автоматчиков расположилась где-то по соседству с нашей полковой разведкой. И вот я решила их навестить. Общение между подразделениями совершалось по траншеям, чтобы не пасть жертвой немецкого снайпера. Траншеи расходились в разные стороны, от чего легко было угодить к немцам и наоборот. Вот я на пороге блиндажа. Передо мной стоял молодой, здоровенный, широко улыбающийся немец. На нарах лежали люди в немецких маскировочных халатах. В первые же секунды я решила, что я попала в немецкий блиндаж, а поскольку я больше всего боялась плена, то решила бросить лимонку, чему помешал мне немец, быстро оценив создавшую обстановку. На шум проснулся один из спящих на нарах разведчиков, и тут все выяснилось. Однажды наши разведчики взяли языка, который оказался очень доброжелательным, общительным. Отрекомендовался он антифашистам. Два месяца он жил с разведчиками. Вкусно готовил им пищу, убирал в блиндаже, топил печь, сушил одежду разведчиков, вернувшихся с разведки. Развлекал, играя на немецкой губной гармошке. Неугасимая боль постигла меня, потери моей подруги Маши Роженчиковой. Она, вытаскивая тяжелораненых из траншей, сама погибла смертью храбрых. Красавица, яркая блондинка, общая наша любимица. Три молоденьких девушки-санитарки вместе со своим батальоном попали в окружение. Они пытались вырваться с боем при поддержке наших боевых подразделений, но немцы загнали их в плотное кольцо. Конец воспоминаний Читал Олег Лобанов Субтитры подогнал «Симон»